Рассмотрим тему параллельные и перпендикулярные прямые. Параллельные и перпендикулярные прямые играют важную роль в жизни человека. Особенности их расположения используют в технике, строительстве, искусстве. В повседневной жизни мы часто замечаем, как нарушение закона в математике приводит к нежелательным последствиям. Как повесить картину, чтобы она радовала глаз? Как правильно расположить новогоднюю елку? Как должны располагаться балки и опоры строящегося дома, чтобы он прослужил не одному поколению? Да и просто съехать на лыжах с горы и не угодить в сугроб. На эти и многие другие вопросы ты сможешь ответить, если будешь внимательным и сосредоточенным. Ты уже имеешь представление о таких геометрических фигурах, как точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, угол. Выбери рисунок, на котором изображены прямые. Нажми на паузу и выполни задание. Проверь свой ответ. Прямые изображены на рисунках под номером 1 и 4. Прямые, как ты уже знаешь, можно обозначать одной строчной или двумя прописными буквами латинского алфавита. Две прямые на плоскости либо пересекаются, то есть имеют общую точку, либо не имеют общих точек. Название параллельное прямое происходит от греческого слова параллелос, что означает идущее рядом. Для обозначения параллельных прямых используется специальный символ. Эта запись читается так. Прямая А параллельно прямой Б. Для обозначения параллельности двух прямых древнегреческие математики использовали знак в виде двух горизонтальных черточек. Но после того, как в XVIII веке стали использовать знак равенства, параллельность стали обозначать с помощью знака в виде двух вертикальных черточек. Каждый раз, открывая школьную тетрадь, ты видишь перед собой параллельные прямые. А сейчас построим параллельные прямые. Произвольным образом отметим в тетради две точки. Проведем через них прямую. Через две точки проходит единственная прямая. На некотором расстоянии от первой точки отметим третью. На таком же расстоянии от второй отметим четвертую точку. Через полученные точки проведем прямую. Прямые А и Б параллельны. Итак, параллельные прямые – это прямые на плоскости, которые не пересекаются, сколько бы их не продолжали в обе стороны. Строить параллельные прямые можно с помощью треугольника. Располагаем угольник по клеточкам тетради. Проводим прямую. Передвигаем угольник вдоль клеточек. Проводим вторую прямую. Получили две прямые. Назовем их А и Б. Прямые А и Б параллельны. Рассмотрим еще один способ построения параллельных прямых, используя треугольник и линейку. Произвольным образом располагаем угольник и фиксируем его с помощью линейки. Проводим первую прямую. Передвигаем угольник вдоль линейки. Проводим вторую прямую. Прямые А и Б параллельны. Итак, чтобы построить прямую Б, параллельную прямой М надо 1. Одну сторону угольника расположить вдоль прямой М. 2. Положение угольника зафиксировать линейкой. 3. Передвинуть угольник вдоль линейки и провести новую прямую Б. 3. Прямые Б и М параллельны. Определи на глаз, какие прямые на рисунке параллельны. Нажми на паузу и выполни задание. Проверь свой ответ. Параллельные прямые и запрошенные на рисунке под номером 2. Ты можешь использовать мнемоническое правило. Мы две прямые, мы не одиночки, но нам нигде и никогда не повстречаться в точке. А сейчас перейдем к перпендикулярным прямым. Выбери из предложенных рисунков те, на которых изображены прямые углы. Нажми на паузу и выполни задание. Проверь себе. Прямые углы изображены на рисунках 1 и 5. С древних пор строители проверяли перпендикулярность стены основанию дома с помощью отвеса, то есть грузика на веревке. Отсюда и произошло название перпендикуляра. Латинское перпендикулярис означает «отвесный». Чтобы построить перпендикуляр к прямой, достаточно построить прямой угол. Для обозначения перпендикулярных прямых используется специальный символ. Эта запись читается так. Прямая А перпендикулярна прямой Б. Все математики мира придерживаются определенных условных обозначений, понятных даже тем, кто не знает иностранных языков. Для обозначения перпендикулярности имеется общепринятый символ, предложенный в 1634 году французским математиком Бьером Эриконом. Построим перпендикулярные прямые. С помощью линейки проведем прямую. Развернем линейку на 90 градусов и проведем вторую прямую. Прямые А и Б перпендикулярны. Построить перпендикулярные прямые можно с помощью треугольника. Проводим прямые вдоль сторон, образующих прямой угол треугольника. Получаем две перпендикулярные прямые. Итак, перпендикулярные прямые – это прямые на плоскости, образующие при пересечении прямые углы. А сейчас определи на глаз, какие прямые на рисунке перпендикулярны. Нажми на паузу и выполни задание. Проверь себя. Перпендикулярные прямые изображены на рисунке 3. Ты можешь использовать мнемоническое правило. Мизинец ладони напрямую наведи, большой палец до упора отведи и перпендикулярную прямую определи. Рассмотрим несколько задач. Есть прямая А и точка С, не лежащие на этой прямой. Построим прямую В, которая проходит через точку С и параллельно прямой А. Располагаем угольник вдоль прямой А. Фиксируем его положение с помощью линейки, передвигаем угольник до точки С, проводим прямую В. Мы построили прямую В, проходящую через точку С и параллельную прямой А. А сейчас выполни задание самостоятельно. Перечерти рисунок в тетрадь, проведи через точку С прямую В, параллельную данной прямой А. Нажми на паузу и выполни задание. Проверь себя. Рассмотрим еще один способ решения этой задачи. Располагаем угольник так, чтобы прямая А шла вдоль одной из сторон, образующих прямой угол. Вторую сторону прямого угла совмещаем с точкой С. Замечаем расстояние от прямой А до точки С. Передвигаем угольник вдоль прямой А. Отмечаем еще одну точку, например, Д. Прямые А и ДС параллельны. А сейчас построим прямую, проходящую через точку С, перпендикулярно прямой А. Располагаем угольник так, чтобы прямая А шла вдоль одной из сторон угольника, образующих прямой угол. Вторую сторону прямого угла совмещаем с точкой С и проводим вторую прямую. Прямые А и Б перпендикулярны. Рассмотрим еще одну задачу. Начерти угол в 60 градусов, отметь на его стороне точку, проведи через нее прямую, параллельную другой стороне угла. Проводим прямую, отмечаем точку на прямой, прикладываем транспортир так, чтобы отметка транспортира совпадала с отмеченной точкой, отмечаем 60 градусов, проводим луч. Мы построили угол 60 градусов. На его стороне отмечаем точку. Через эту точку надо провести прямую параллельную другой стороне угла. Прикладываем угольник к стороне угла. Фиксируем его с помощью линейки. Передвигаем угольник вдоль линейки до отмеченной точки, проводим прямую. Мы построили прямую, проходящую через точку на стороне угла, параллельную его другой стороне. А сейчас начерти угол в 60 градусов, отметь на его стороне точку, проведи через нее прямую, параллельную другой стороне угла. Нажми на паузу и выполни задание. Проверь себя. Обрати внимание, получится угол, равный данному. Это свойство параллельных прямых докажем на уроках геометрии в седьмом классе. Итак, теперь ты можешь определять, распознавать и читать параллельные перпендикулярные прямые, обозначать параллельные перпендикулярные прямые, строить параллельные и перпендикулярные прямые. Теперь ты будешь знать, что нижний и верхний края картины лучше расположить параллельно линии потолка и пола, новогоднюю елку надо установить под прямым углом, при строительстве дома необходимо соблюдать перпендикулярность и параллельность конструкций, а спускаясь с горы, лыжи располагать параллельно друг к другу. Подходя к пешеходному переходу, ты будешь четко понимать, что полосы на пешеходном переходе располагаются строго параллельно друг к другу, а переходить дорогу можно только перпендикулярно проезжей части. Для тех, кто увлекается математикой, предлагаем выполнить следующее задание. Желаем успеха в выполнении контрольного теста! Субтитры создавал DimaTorzok